Добрый день, уважаемые друзья! Это Ялта. Сегодня 16 июля, 24 год. И мы стоим на остановке Узбекистан. Приехали сюда, чтобы поснимать санаторий Узбекистана, который находится на той стороне дороги. Но, как выяснилось, нас вбили в заблуждение. Мы думали, возьмем паспорта, нас пустят на территорию. Нет. Новое правило. Извините, ни под каким предлогом мы вас сюда не пустим. Уже пошли заезды. Извините, приезжайте когда-нибудь в другой раз. Ну, что делать? Уже приехали, уже настроились. И тут моя жена говорит, а давай продолжим какой-то наш цикл такой. Улочки-переулочки Ялты. Давай. Так что сегодня походим-побродим по неоткрыточной Ялте. Скажу наперед, в этом месте мы первый раз. Вы, наверное, тоже. Поэтому нам всем будет интересно. Поэтому усаживайтесь поудобнее и смотрите повнимательнее. Первый объект – это жилой дом переулок Курчатова-4. Прямо возле объездной. Повторяю, это первый раз. Поэтому могу только читать название улиц и комментировать, что мы видим. Вот кедр растет. Вот лестничка. Ну, в общем, будем смотреть. Вот кот спит. Кстати, у нас для кота есть угощение. Частный дом. Дорога идет вниз. Дорога хорошая. Очевидно, недавно сделанная. Тут же ж в Ялте лет, не знаю, 10 назад все дороги были в ямах каких-то. Таких еще много осталось. Но какие-то, смотрю, делают. И так это там, сям. Это хорошо. С левой стороны пятиэтажка. Еще не видно из-за зелени. Вот такие вот бродилки надо снимать зимой, чтобы хоть как-то рассмотреть, что к чему. Естественно, появляется развилка. Налево или направо? Нет, мы сюда ходим налево. Так точно не промахнешься. Еще время пятиэтажный дом. А, эта дорога идет, наверное, в пятиэтажку. А тут есть лестничка. Спускаемся по лестничке. Кругом лестницы. Оно и понятно. Ялта, город Горный. Не у кого спросить. А вот если здесь снять жилье для отдыха в этом районе? Это ж пыло курчатая, я так понимаю. Ну, сейчас некогда смотреть по этим сайтам, что почем. Ну, думаю, сейчас в июле здесь, ну, тысячи две квартиры будет стоить. Я так думаю. Ну, такая, знаете, пятиэтажка. Вот однушка со всеми удобствами. Не гостевой, не номер в гостевом доме. Вот именно отдельная квартира. Мне таки нравится. Так, а мы выходим на Севастопольское шоссе. Синоптики обещали сегодня пасмурную погоду. Но, как вы видите, такое, как бы, солнце в дымке. Все равно сжарит, зараза. Ну, пойдем вдоль Севастопольского шоссе. Улица Курчатова. Остановка улица Курчатова. Посмотрим назад. Красиво. Ну, так, Ялта. Не какой-нибудь там халам-балам. Переходим дорогу. Ну, надеюсь, уступят. Как ты думаешь? Да, некоторые не уступают. Но бывает. Поэтому, переходя дорогу, будьте осторожны. Лестница, которая нас приведет на улицу Ливадийскую. Как-то мы уже спускались по Ливадийской. Но, оказывается, их тут две. Ну, как бы, она одна. Но она где-то там теряет его, потом появляется, потом потеряется. Тут это в порядке вещей. Многоэтажки. В общем-то, жилой комплект. Как это? Спальный район Ялты. Вот какой. Либо карты в рута, либо... Ну, сейчас тормознули и спросили, это где, это что. Это улица Суворовская. Ну, пусть будет Суворовская. Пройдем между домами. Хорошо, сказничок. Посмотрим отсюда. Это двор, по идее, да? А, нет. О, можно просто посмотреть. Вот так вот живут люди. Выходят на балкон. И каждый раз перед ними вот такая панорама. Ну-ка, пишите комментарии. Нравится, не нравится. Поворачиваем. В общем, нам все время вниз. Вверх не пойдем. Это мы обходим ДОСАФ. Зональный центр военно-патриотического спортивного воспитания. Ну, раньше назывался ДОСАФ, а сейчас вот так длинно. Улица Суворовская. Развилки налево, направо. А сюда куда? О, какая прямая. Пойдем сюда. Видно, что мы уложили новый асфальт. Ну, если бы еще сделать бы ремонт посада, было бы хорошо. Пивасовый хвостовар и Валдерис. О, Алиэкспресс. Ничего себе. Что же это такое яркое, интересное? А мы тут уже были. Только этот дом ремонтировали. Дом палубного типа. На улице Суворовской. Вот после ремонта. Пойдем вдоль этого дома. С парковками в Ялте не просто беда, а полная засада. Опять еще мягко бы выразился. Тут же нужно еще детские площадки, места для отдыха придумать. Такое спортивное чего-то. Детская площадка. А места мало. Земля дорогая. Детская площадка. Мы тут уже снимали. Ну, потому что зашли с другой стороны и не знали. Мы уже были. Как в том кино, помните? Как не помню. Вот помню. Вон мусорный ящик. А там женщина курила. Так, надо идти каким-то другим путем, чтобы не повторяться. Это ж улица Красноармейская, я еще тогда говорил. Вот видите, дома высотные. И вот какую панораму видят жители этих домов высотных. Ну, тут плохо видно. Ну, им-то точно хорошо видно. Ладно, сейчас первый поворот направо или налево и уйдем. Хотели повернуть вот сюда, но вдруг вспомнили, что мы уже снимали в этом месте. Вот тот дом нам попадался в кадр. Ладно, тогда пойдем другим путем. Вернее, вот этим прямым, ровным по улице Красноармейской. Слева частный сектор. Видно тут пытка новая. Нормально тут. В некоторых местах хорошо дороги сделали. Да, тротуар отдельно возвышается над дорогой. Это нормально. Для Яды все нормально. Все, что не увидите, это нормально. Перейдем дорогу на другую сторону. Да, сегодня, наверное, нам не попадут все-таки. Помните, как в одном из роликов в такие кучугры попали? Такие дворы, мама дорогая. Прям какие-то чистки. Чьи-то дворы проходили там в наглую. Опа, тут вообще тротуара нет. Охренеть. А, что, куда деваться? Улица Красноармейская. О, какой видунчик. Красота. Ты говоришь? Да. Сегодня у нас не будет каких-то страшных облезлых домов и убитых асфальтов. Асфальтов что-то как-то не попадается. Ага. А что, приятно спускаться. Да, мы идем вниз. Приятно спускаться с таким видом. Ох ты. А то мы там живем, на Поликурском холме, в таком месте, что из окон только соседские окна видно. Хоть глаз порадуется. Вот так это взгляд назад. Симпатичный домик и, судя по размерам окон, там миллионной квартиры, миллионов, по 15, не меньше. Довольно крутая эта улица Красноармейская. Я имею ввиду крутизна склона. Так вот, прямо качимся, чуть ли не кубарим вниз. Я представляю, сейчас вверх, допустим, в магазинчик сбегать. Ладно тебе 25 лет. Но года немножко больше. И жара 33. Сегодня, кстати, температура воздуха 33 или 34, по ощущениям. Температура воды плюс 26. Пляжи битком. Здесь ходит маршрутка номер 9. Ой, как впереди. Ну, знаете, когда горная местность, как бы много чего видно. Вот еще ходит маршрутка номер 15. Мы решили не спускаться вниз, а вот так пойти. Вот так вот. Ну, тут нас еще, по-моему, не было. Переулок Красноармейский. Это, наверное, гостевой дом. У нас опять развилка. Направо пойдешь. Не знаю, куда пойдешь. Лучше пойти налево. Какие-то проходы-переходы. Куда? Куда? Ага. Лестница. Так, тут опять направо-налево. Не, пойдем налево. Вот так пойдем. Все-таки залезли в какие-то кучу гуры, какие-то дебри. А я, может быть, специально, чтобы там сейчас в комментариях появились сотни возмущенных. Как тут машина пройдет? Как тут скорая проедет? Это пешеходная тропинка. Все нормально. Зато мы сокращаем путь, наверное. Ороль. Ороль такой гордый. Так, пойдем посмотрим, что эти орлы охраняют. Ой, блин. Тупик они охраняют. А не, подожди. Улица Шаламейская, 20. Ну, пусть будет. Улица Шаламейская. О! О! Все, как я люблю. В смысле, вот такие проходики. Они забавные по-своему. Какие настоящие улочки, переулочки. А, это просто сократить. Обратно вернемся. Или как, или куда. Там, наверное, скучно. Или пойдем. Переулок Достоевского. Тут дороги не видели ремонта со времен Советского Союза. Можно вернуться обратно на Красноармейскую. Это, наверное, будет скучно. Идем сюда. Ну, просто взгляд назад. Поворачиваемся. Улица Достоевского. Ну, наверх мы не пойдем. Идет уже круто. Пойдем вниз. А, не, вниз тоже неинтересно. Улица Достоевского. Пойдем вот сюда. Это называется спортивный переулок. О, спортивный переулок 11. О, мы вышли на Достоевского, получается. Вот, я прав. Что написано? А, точно. Улица Достоевского. О, а тут написано Таврическое. Сзади Достоевского уже Таврическое. Вот, какой дом красивый. Так. Куда пойти? Вниз по Таврической. Наверное, будет скучно. Пойдем вот сюда. Наверное, тут поинтереснее будет. Ух ты. Сейчас, сейчас, секундочку. О, красивый дом. Прям такой себе мини Ласточкино гнездо. Молодцы. Дом интересный. Делали внешнее такое, когда показывают богатые районы Англии. Вот там такие же, такая же отделка, похоже. Улица Таврическое. Опять Таврическое. Да что ж такое? О, о, о. Пойдем сюда. Вот это будет, наверное, интересно. А то, что-то все ровно-ровно. Идем сюда. Ох, не... А вы говорите, скучно. Вот это да. Ого. Кто тут местный подсказывает, и что это было, и когда это было? И... Были ли пострадавшие? Возьмите, наверное, взрыв бытового газа, или просто возгорание, да не успели потушить. Мы подходим к многоквартирный жилой дом. Пока к нему, получается, подойдешь. Один подъезд всего лишь. Улица Таврическая написано. Оттуда мы пришли, сюда пришли. Пойдем. Взгляд назад. Приблизим. Посмотрим. Да, горы в дымке. Гору нужно снимать рано утром. Тогда будет интересно. А как, по-другому? По-другому никак. Жилый дом многоквартирный. С этой стороны два этажа. А, три этажа. Как бы. Но с той стороны побольше. Сюда пойдем. Да давай, давай, давай. Обед у вас сегодня. Дальше пойдем. Дома старинные. Надо им ремонт давать. Вот, дорогу сделаем. Улица Строителей. Что ж ты такой страшной. Давай, давай. Приятного аппетита. Пойдем дальше. Тут как-то вообще не дует. Такое мариво. И по ощущениям, ну, где-то 35. Пять в тени. Так, налево нам нет смысла ходить. Пойдем направо. Как не крутились. Все равно вышли на хороший асфальт. Идем вниз. Ницца. Чего? Чего написано сегодня? Гостиница Ницца. Это где? Туда. А ну, пойдем посмотрим. Прям указатель. Справа. Фернажерка. А где же так ницца? Прям куда тебе? Может быть, я неправильно понял. Спортивный зал какой-то большой. Или что это? Опять же мы проходим общежитие заброшенное. Его собираются сносить. Людей расселять. И что-то строить. А вот и написано. Гостиница Ницца. Ульта строителей 9А. Аж посмотреть интересно. Вот это. Ну, эта гостиница имеет 3 звезды. На секундочку. Посмотреть. Бассейн свой. Кафе свое. Наверное, кормят на заказ. Так, это неинтересно. Неинтересный вид отсюда. Красиво. Ух ты. Мне правда здорово. Вот это посередке внизу. Это стадион. Авангард называется. Гостиница. А что ты здесь куда-то спрятаешь? А что мне ее надо? Там мне надо. Как мне надо? Как мне надо? Гостиница. Зайти спросить, что почем уже. Ничего себе. Здрасте. Вы не стеснялись камеры? Ну, немножко. Что почем? Ну, вам на сегодня, да, сказать? Нет, нам просто сказать. Просто хорошо. А, это экскурсия. Так, двухместный с завтраком 8500. Это без скидки одна ночь. А двух ночей уже идет скидка. А на неделю? Сейчас скажу вам. Есть свободные номера? Нет, с 23 июля будут. И 8000 нет свободных мест? Нет свободных мест. Смотрите, на неделю 47200 за двоих с завтраком. А если полный... Я обед хочу ужинать. Завтрак ужин. 50 тысяч 400 рублей за 7 ночей. Завтрак ужин за двоих. А море же далеко отсюда. Море у нас подвозки 2 раза в день. Ну, от отеля. Трансферы есть, да? Да, есть карта, как спускаться к набережной. Ну, то понятно. Короткий путь. Все нормально. Все есть. Бассейн круглый год теплый, если что. Пожалуйста. А вода не морская случайно? Нет. Жаль. Спасибо. Спасибо. 8000 и все занято. Что, пьяца жилкой тут прибедняется? Не, я неправильно сказал. 7000 в сутки, если берешь на неделю, на двоих, завтрак и ужин. И нет мест. 7000 в сутки и нет мест. О, как. Неожиданно. Я просто иду в тиком шоке. А мне тут говорят, боже, 2000 и 3000, это дорого. Слушайте, находятся люди, которые готовы платить 50 тысяч в неделю с завтрак и ужин. Трансфер до моря, если хотите, вас отвезут, ну или пешочком. А отсюда пешочком, я вам доложу, полчаса не меньше до моря. Это вниз, наверное, а вверх, вот мы, кстати, сейчас и пойдем. Отсюда к морю вроде интересно. Ну, уже купаться охота. В смысле, мы, ну, жара, духота, мама дорогая. А там внизу ветерок, мы утром были, там ветерок такой хороший. И не так жарко, а тут прямо марево. Это мы идем по улице Щербака. А с правой стороны, похоже, заброшенный какой-то пансионат. Да, или что это? Ух, ух, унишки, ух ты, кипарисовая аллея. Пятый, шестой корпус. Городской пансионат. А, ну, понятно. Ой, господи. Многоэтажки слева, но вам их не увидеть, эта зелень мешает. В этом месте мы уже снимали, вот туда, налево ходили. Пойдем направо. Ну, там, налево мы уже были. Вот тут мы ходили, снимали этот, ага, восьмой корпус ялтинский. Как это, санаторий или пансионат, не помню уже. А вот так вот, по красивому, свеженькому асфальту, еще не ходили. Так, а это некогда подглядывать. Жарко очень. Надо быстрее к воде, потому что аж качает, честно признаться. И такая, вот такая еще погода, пройдется несколько дней. Прямо нормально жарко в этом году. Вот только проговорил про воду. И проходим мимо воды. Ну, надо быть гостем этого отеля. Или что это? Как цикады. У них же сейчас мрачный период. Вот они, эти самцы, сжигают. А самушки выбирают. Кто из них громче, наверное, или певучее, не знаю как. К тому они и полетят. А в этом месте растет много кипарисов. И такой аромат стоит. Это вам не пальмы, которые не пахнут кипарисой. И такой запах приятный. Это ж улица Сеченова называется. Ровная, прямая и односторонняя. Все едут снизу вверх. Такая себе более сокращенная дорога, чем улица Комунара. Ну, чтобы быстрее выскочить из города на объездную. Мимоходом. Наверное, что-то дача была старинная. Ее подшаманили. И красиво теперь. Не-не-не. Надо идти по тротуару. Вышли на улицу Комунаров. Вот там, поза деревьями, дворец Эмира Бухарского. Ну, надо идти теперь к морю. В конце видео обязательно должно быть море. ЖК, Лотос. Улица Сеченова. Кого надо. Красивая тема. А мы идем вниз сюда, к морю. В такую погоду желательно находиться поближе к воде. Любой воде. Душ, речка, море. Надеюсь, вы правильно меня понимаете. Это же мы находимся в Приморском парке. На секундочку. Когда-то тут был только парк. Изба читальня. Кафе мороженое. Места для отдыха. Ну и прочее. Ракушки. А мы спускаемся к Леванту. Отель Левант. Шли к Леванту. По привычке подошли. Апарт в отеле Лето. Почему? Потому что, не знаю, нравится мне здесь. И все. Вот тут и искупаемся. Тут народа мало всегда. А, тут бунгалы понаставили. Ах, тебе да. То их не было. Можно было так вот солнышко спутаться. Нет, уже язык заплетается. Надо быстрее в воду. И да, у этого отеля, апарт отеля, две карты, которые он обслуживает. Вот, а дальняя, она не очень удобная. Там при входе камни. Нужно между ними лавировать. Лучше здесь наушните. Кто не знал, в Ялте глубоко. Вот видите. Вот уже ей по поясу. Ну, нам это нравится. В конце традиционно благодарю всех, кто нас поддерживает морально и материально. Большое вам спасибо за ваши донаты. Благодаря им мы и продолжаем снимать Крым. Вернее, Южный берег Крыма, Ялту в основном все снимаем. Море и прочие радости. А если у кого-то вдруг сейчас возникло желание и есть возможность тоже поддержать наши старания, то для этого есть все ссылочки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. И вам тоже заранее огромное-огромное спасибо. На этом у нас все. Огромное спасибо за ваше внимание. До свидания. Молодец. Субтитры подогнал «Симон»!